Нежели богато, пора начинать. Сегодня мы рассмотрим с вами некоторые мысли, которые сдерживают рост вашего дохода. Привет, меня зовут Марина Виллис, я психолог, коуч, мастер НЛП. Одна из распространенных мыслей «Стыдно тратить на отдых столько за сутки, сколько моя мама зарабатывает в месяц». Что же здесь делать? Вспомнить, что каждый человек имеет ровно столько денег, сколько безопасно иметь для его психического здоровья. Потому что деньги мало делать, мало сохранять. Нужно еще брать ответственность и выдерживать. Поэтому не надо переживать за людей, которые всю жизнь зарабатывали меньше. Значит, им так комфортно. Второе распространенное – это страшно сказать людям, сколько я зарабатываю, страшно и стыдно. О чем мы должны здесь думать? Почему не следует этого делать? Понятно, что не нужно тыкать ближнему в глаз своим богатством, побереги ближнего своего от лишней информации. Но если эта стратегия растягивается, затягивается, становится вашей нормальной стратегией, когда вам страшно, стыдно, и вы в итоге скрываете доход, вы даете сигнал вашему мозгу, что вообще-то мне хорошо бы зарабатывать меньше, потому что так безопасней. Блин, я с этими деньгами постоянно нахожусь в стыде и страхе. Ты видишь мозг? Короче, меня мучает тревога, меня мучает какой-то некомфорт. Давай, может быть, уже поменьше. И что происходит через некоторое время? Мы начинаем откатываться в доходе. Поэтому как бы ни было страшно и не было стыдно, стыдно, если вам задают прямой вопрос и нет смысла скрывать, нужно спокойно говорить о том, сколько вы зарабатываете, сколько стоит вот это, вот это, вот это. И вот это тоже ваше. Да, я зарабатываю, я показываю, и я выдерживаю это. Быть сексуальной – это только про секс? Это стыдно и неправильно? Нет, мои дорогие взрослые, сексуальная энергия – главный ресурс женщины. Это бензин. Если вы устали быть уставшей, не получать удовольствия от жизни, покорно пережидать секс, я приглашаю вас на самую мощную программу для женщин. «Сексуальные получают все». На курсе вы трансформируете свою сексуальную энергию и наладите связь с ней, научитесь проявлять себя, свою манкость, через сексуальность наладите связь с деньгами, начнете получать больше и легче, избавитесь от страхов и зажимов в сексе, встретите мужчину или откроетесь по-новому для своего мужчины. Ссылка под видео. Переходите и получайте все. Следующее – это тяжело покупать дорогие вещи. Зачем тебе эта майка с Микки Маусом? Ведь майка с картинкой выполняет ту же функцию, что майка без картинки. И майка с картинкой дороже. Давай брать ту, что дешевле. Вот это привычка к функциональности. Привычка обходиться дешевле. Привычка донашивать за кем-то. Привычка не позволять себе. И вот эта вот тяжесть, когда вы подходите к витрине, и у вас начинается в голове вихрь мыслей. Блин, зачем мне брендовая сумка? Ведь пакет выполняет ту же самую функцию. Зачем мне платье, которое я надену всего лишь один раз, когда можно вложить в ремонт и так далее. Что здесь происходит? Вы тоже сдерживаете ваш доход. Почему? Потому что вы идете по пути «надо». Понятно, что есть какие-то «надо». И нельзя брать потребительские кредиты, и, как вы уже знаете, я категорически против этого. Но все-таки периодически нужно идти по пути своих качу. Потому что, если вы относитесь к себе как к колхозной лошади, каких призов вы можете от себя требовать? Вы не сможете стать арабским скокуном. Его чешут, моют, его кормят морковкой, яблоками, витаминами, хорошим кормом. А вы себя держите как колхозную лошадь в колхозе. В жизни надо делать выбор. Если вы хотите больше денег, вкладывайте в себя. Потому что кто работает? Вы работаете. Еще есть верность семье, принадлежность семье. Иногда это добровольно. Если я стану богаче, я как будто бы предам маму, предам всю свою семью, предам свой род. Иногда это навязанное, когда сами родители говорят, ты из семьи рабочих, о чем ты мечтаешь? И обрубают ребенку стратегию на корню. Уже начинают утрамбовывать мечты. Блин, ну вы рабочие, это прекрасно. А меня спросили, может быть, я не хочу быть рабочей. И вот вы уже не рабочий, но у вас в голове мамин голос. Блин, ты из семьи рабочих, куда ты лезешь, куда ты щемишься? Зачем тебе такая зарплата? Зачем тебе такая квартира? Почему ты смотришь на эти витрины? И как ты заходишь в эти магазины? Что здесь? Сепарация. Пора сепарироваться. Это была мамина жизнь, и там ее правила. А здесь началась ваша жизнь, и здесь ваши правила. Не бойтесь больших денег. Деньги это легко. Зарабатывайте. И если вы узнали себя в непройденной сепарации, на нашем канале есть такое полезное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, и поделитесь в комментариях, какие ваши мысли сдерживают ваш доход. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok